Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Павла Ларина. Когда я выпустил видео о маске Плокуна, многим из вас наверняка стало интересно больше узнать о той расе, из которой происходит этот знаменитый джедай, из расы Кельдор, которую некоторые жители галактики также называют келдорианцами. Как вы уже знаете, те маски, которые представители этой расы носили на своих лицах, хоть и носили функцию украшений и аксессуаров, однако их основной целью было защитить носителей от кислорода, газа, который был смертельным для представителей этого вида. Впрочем, у маски было и ещё одно назначение, о котором я забыл упомянуть в предыдущем видео. Дело в том, что голосовой аппарат Кельдоров был устроен так, что представители других рас практически не слышали их речь, поэтому для удобства понимания их голоса другими инопланетянами, в том числе и людьми, в маску было встроено устройство, усиливающее громкость их речи, из-за чего для человеческого уха большинство кельдорианцев звучали как настоящие киборги. Однако стоит указать, что для кельдоров это было даже плюсом, поскольку благодаря своим чрезвычайно чувствительным ушам они могли издалека замечать опасность, а также с лёгкостью воспринимать речь других представителей своей расы, когда те говорили очень тихо. Также среди людей ходил слуг, будто все кельдоры могли использовать телепатию, а следовательно, все они были чувствительны к силе, но лично я нигде не смог найти этому подтверждение и считаю это не более чем вымыслом. Впрочем, не стоит считать и что среди кельдорианцев было мало носителей силы. Это совсем не так, на их планете Дарин существуют очень древние традиции владения силой. Так, например, Орден Барандо начал существовать задолго до того, как первые джедаи начали обучать кого-либо владению силой, а сами представители Ордена Барандо с древнейших времён славились своими подвигами на службе у местных правителей. Среди народа кельдор было почётным уходить в Орден джедаев и становиться защитниками света. Я думаю, каждый знает такого знаменитого магистра джедая как Пло Кун. Знаменательным представителем этой расы был также Ност Дюрал, известный историк и архивариус Ордена джедаев времён Войны с Империей Ситов, а также многие другие джедаи. Представители этой расы считали свою планету священным местом и среди её жителей даже была традиция после рождения детей, не сразу давать им имена, а лишь называть их после посещения их первоначальной родины. Ну а на этом всё. Не забудь подписаться на мой канал, если хочешь видеть больше подобных видео. Кстати, я думаю ты заметил, что сегодня я использовал новую музыку. Напиши в комментариях какой стиль тебе больше нравится. Та мрачная музыка, которая использовалась раньше, или же это? Также я хочу сказать, что скоро я переведу это видео на английский язык, поэтому не забудь также подписаться и на мой англоязычный канал, ссылка в описании. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила. Всегда!